В рамках профориентационной работы Елабужский институт КФУ проводит экскурсии для абитуриентов-выпускников образовательных организаций районов Республики Татарстан. Сегодня гостями вуза стали родители абитуриентов. О том, как прошла встреча, смотрите в следующем сюжете. Знакомство с Елабужским институтом началось с презентации директора института Елены Мерзон, которая познакомила родителей с историей и структурой университета, рассказала о преимуществах обучения в вузе, направлениях подготовки, ключевых изменениях, связанных с приемом в 2021 году, а также о мероприятиях и проектах, реализуемых в институте. Я подготовил список вопросов. Мне очень было важно, что оно проходит в оффлайн формате, не в онлайн, так как в онлайн формате я не всегда получаю ответы на свои вопросы, потому что время ограничено, понимаете, да? А здесь я сейчас получил полностью все, что хотел узнать, да, по правилам приема в 2021 году. У нас не исключаем разные варианты, в том числе и Елабужский институт, то есть Приворский федеральный университет, да, но пока еще не определились. Далее родители посетили музей книги, научный читальный зал и студии цифрового образования. Центр китайской культуры тоже стал частью экскурсионного маршрута. По пути следования гости узнали об интересных исторических фактах, связанных с институтом. Экскурсия меня впечатлила, и я бы хотела сюда поступить. Если количество баллов не позволит, то почему бы и нет? Мне кажется, это возможность для развития кругозора и вообще для построения карьеры, чтобы профессия была в будущем. Экскурсия завершилась посещением Дома научной коллаборации имени Камиля Валиева, где реализуется более 10 программ дополнительного образования для школьников и учителей. Диана Жленкова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Диана Женкова Диана Женкова